ну что друзья вот и очередное видео осенью конечно с небом довольно плохо и по наблюдениям в телескоп астрофотографии и вообще со всей этой активностью сейчас туговато чем можно занять себя в те дни когда погода нет вот я лично для себя решил что неплохим приобретением будет стереомикроскоп вот такой себе на хозяйство как говорится вообще да в принципе все годы существования магазина микроскопы тоже в ассортименте присутствовали но как-то вот про них раньше речь не заходило надо я считаю восполнить для полноты картины эту ситуацию вообще хотел бы я рассказать в первую очередь о том что такое стереомикроскоп для тех кто не знает вот здесь хорошо видно что у микроскопа два окуляра но такие микроскопы часто путают с биологическими у которых просто установлена беноприставка в чем отличие в первую очередь отличие в том что такие микроскопы они используются не для изучения тканей не для гистологии не для рассмотрения срезов растений там ткани организма и так далее а для более таких скажем бытовых задач если биологический микроскоп как правило дает большое увеличение и там используется один объектив из которого уже выводится изображение на один окуляр на два окуляра или даже бывает тринокулярные микроскопы которые еще на камеру выводят говоря один объектив я имею ввиду один одновременно работающий объектив конечно же биологические микроскопы чаще всего оснащаются револьверной насадочкой и объективов там много но не стереомикроскоп у стереомикроскопа одновременно работает два объектива немножко наклоненных друг другу эти объективы формируют соответственно два изображения которые через призма блок передается уже в окуляр то есть в один окуляр мы видим изображение одного объектива в другой другого что нам это дает это нам дает настоящий объемное изображение что в сочетании с большой глубиной резкости позволяет выполнять различные работы ну такие микроскопы часто используют люди которые ремонтируют сотовые телефоны микросхемы появят часто им пользуются для нумизматики у меня кстати есть коллекция монеты в будущем я планирую ее посмотреть с помощью данной модели вот сразу скажу не обращайте внимание здесь есть несколько отверстий нештатных на микроскопе я их сделал для чего расскажу потом вообще данная модель очень хорошо подойдет вот на мой взгляд просто самый обычный дом для хозяйства потому что независимо от того что вы хотите там часы протереть почистить пульт от телевизора нитку продеть в иголку сделать какие-то работы которые требуют именно большого напряжения со зрением то ребят ни с какой лупой этот микроскоп не сравнится он намного лучше то есть здесь и возможность смена увеличения она кстати бывает как плавно и на более дорогих моделях так и дискретно это здесь вот на этой модели объективы 1 и 3x и окуляры десяточки то есть увеличение 10 и 30 крат такой микроскоп отлично подойдет для минералогии то есть для изучения камней для изучения насекомых потому что в биологический микроскоп конечно объема вы не увидите здесь вот именно виден объем хоть увеличение маленькой но зато картинка очень интересная фотографии к сожалению не могут передать вот насколько это в действительности зрелищно потому что фотография нас смотрят конечно же в один канал а когда мы смотрим двумя глазами мы видим изображение в объеме это очень необычно глубина резкости большая у такого микроскопа просветленные окуляры вообще эта модель считается начальной уровне производитель микромет отечественный производитель разработки тоже частично наши но к сожалению производство находится в китае да здесь с этим сейчас у всех почему-то тяга именно вот как такому расположению заводов у микроскопа есть механизм фокусировки очень плавный реечный фокусер есть еще грубая фокусировка вот так по ножке он двигается здесь все металлическая пластика практически нету пластикового только вот ручки но собственно говоря вот это вот заглушка на которой можно наблюдать объект есть зажимы для объекта разумеется конструкция поворотная есть подстройка под межзрачковое расстояние есть подстройка отдельно под левый глаз то есть все очень удобно вот такие наглазники идут в комплекте вообще они должны вот так ставится вот чтобы закрывать вот эту часть вот скользящей засветки но мне больше нравится когда они стоят вот так честно говоря но это анатомический вопрос скорее у лера широкоугольные но в телескопные я их перевести не могу потому что производитель не сообщает нам к сожалению их оптическую систему но поле зрения даже на краю практически не испорчено никому не кривизной поле то есть картинка очень приятная на самом краю поле зрения заметен слабейший хроматизм ну то есть на самых таких контрастных объектах но он пренебрежима маленький вот есть каш такие же модели у которых под кратическое смена увеличения то есть плавно это тоже довольно удобно вот объективы находятся в нижней части вот здесь здесь и соответственно две пары объективов две однушки две трешки вот так же модели 2 и 4 1 и 4 там и так далее можно менять также можно менять окуляры то есть они здесь на винтики откручиваются и можно там ставить 5x окуляр 10 x 16 x 20 x и так далее но не в комплект уже не входит в комплекте есть замечательный пылезащитный чехол и в принципе крайне подробная такая в лучших традициях как раньше вот делали инструкция на много страниц где все все написано как пользоваться микроскопом я вообще взял его себе для того чтобы работать с мелкими деталями потому что часто бывает что нужно там что-то подкрутить особенно там в игрушках в небольших приборчиках маленькие винтики глаза устают с этим микроскопом работать конечно удобнее но и недавно тому знакомого динамик похрипывал на телефоне оказалось что он просто грязный почистить динамик иголкой с таким микроскопом вообще не составило труда то есть но это очень удобно вообще мне кажется что и для детей до там определенного возраста до определенного там класса наверное до 6 может до 7 этот микроскоп даже интереснее чем биологический потому что он позволяет наблюдать более какие-то вещественные более понятные вещи практически все что вот нас окружает можно сюда положить на этот столик и рассматривать вот это самая базовая модель я не стал изгаля собрать себе что-то продвинутые потому что но как я уже сказал это для чисто бытовых задач микроскоп здесь нету осветителя но в принципе продается жгутиковые осветители можно стульную лампу или телефон сюда просто поставить и никаких проблем с освещением объекта нету глаза от данного микроскопа не устают даже два часа если работать если все правильно настроить межзрачкова диоптрийную подстроечку сделать все очень здорово вообще микромет мне нравится как производитель единственное что конечно вот связи с курсом рубля тоже вот надо сказать что цены поднялись процентов на 12 за последние пару лет но здесь уже ничего не сделаешь и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok